Сегодня тема у нас наращивание на гелевых типсах арочный квадрат. Поработаем в этой технологии и начинаем. Собственно говоря, я подготовила пальчик, убрала длину свободного края, опилила ее по линии гипонихия, оставив буквально совсем чуть-чуть. Приступаем мы сразу к подбору типсов по размеру. Здесь у нас представлено достаточно большое количество, вот такая коробочка, 120 штук. Типсы эти в форме арочный квадрат, они у нас короткой контактной зоной. И в процессе эфира я расскажу технологию, как при помощи этого продукта мы выполняем наращивание. Но для начала подбираем по размеру. По размеру важным фактором является правильный подбор. Подбираем не сильно широко. Ну вот, к примеру, давайте посмотрим. Я взяла типс, вот пятерочка. Устанавливаю его на пальчик и вижу, что он у меня шире, чем ногтевая пластина, причем шире значительно. Такой вариант мне не подойдет, да, потому что у меня излишки будут. Тут и сильно толстым ноготь получится. Берем поменьше. Беру типс поменьше. Устанавливаю. Смотрите, в контактной зоне вот здесь типс достаточно мягкий, то есть он гибкий. Вот этот порог, эта ступенька, они нам нужны для фиксации. И, соответственно, здесь в свободном крае типс более жесткий, а в контактной зоне он более мягкий. И при надавливании он повторяет форму ногтевой пластины. Вот, например, смотрите, видите, я надавливаю, и, казалось бы, он у меня становится по размеру, но вот уголочки в контактной зоне не очень сильно расходятся в сторону, торчат. И, соответственно, мы понимаем, что такой вариант там тоже не подойдет, потому что в таком случае у нас в зоне вростов ногтевых получится такая бочка, а в зоне свободного края архитектура, то есть ноготок у нас будет сильно узкий. Поэтому и небольшой, и немаленький подбираем такой средний вариант для того, чтобы и вросты ногтевые перекрывались, и при этом... Так, это тоже маленький. Такая золотая середина нам нужна. Так, ну, например, восьмерка сейчас... Я думаю, что восьмерка будет нам хорошо становиться, сейчас попробую. Так, устанавливаю, фиксирую, примеряю пока, смотрю на боковые параллели, чтобы при отрастании у меня не образовывалось ступенек, чтобы типс у меня повторял линию. С одной стороны линия совпадала и с другой. И плюс ноготь был не сильно широкий. Ну, я думаю, что вот этот вариант нам, в принципе, подойдет. Восьмерочка. Сейчас, на всякий случай, давай еще шестерку примерим. Что-то среднее. Смотрите, или даже шестерка. Вот тоже хорошо становится, не так сильно расходится в зоне вростов. Да, все-таки я шестерку возьму. И боковую параллель продолжает. Шестерку. Подобрали по размеру. То есть, это процесс такой, достаточно тщательно нужно выбирать типс по размеру. Я подобрала его. И готовлю ноготок. Готовим следующим образом. Выполняем обезжиривание. Все, как обычно, мы делаем перед моделированием. Сначала обезжириваем ногтевую пластину. Для дополнительного обезжиривания пользуемся нейл-препом. Всегда пользую, дополнительно обезжириваю поверхность. Просушиваем на воздухе. Нейл-препом прохожу полностью по всему ноготку. Также даю ему испариться. Остатки влаги, масел выводят из ногтевой пластины. Чуть-чуть нужно подождать, чтобы испарилось. У нас ноготок был полностью сухой. Далее ультрабонд. Не убирай пальчик. Далее ультрабонд. Ультрабонд будем наносить полностью на всю поверхность. Это грунтовочный препарат. Он создает дисперсионную пленку на поверхности. Ультрабонд мы проходим по всей ногтевой пластине без нахлёстов, без попадания на кожу. Вот таким тонким слоем. Сильно жирного блеска не должно оставаться, но на поверхности четко материал читается. Ультрабонд также испаряется на воздухе. Мы подождем, пока он подсохнет. И далее наш типс мы будем фиксировать. Работать будем с базой медиум. Это база из гель-лаковой системы на средней вязкости. Не совсем жидкая. И поэтому фиксировать на этот материал будет удобно. Также нам понадобится фонарик ультрафиолетовый для того, чтобы прификсировать, немножечко присушить. В общем-то, можно пользоваться и базой Макси. Здесь смотрите, как вам удобно по вязкости. Базу медиум я не буду наносить сразу на всю поверхность. Хотя можно и в таком варианте наносите на всю поверхность и потом типс фиксируете. Можно нанести только на контактную зону и зафиксировать. То есть здесь смотрите, как вам удобно. При фиксации типса обязательно ориентируйтесь на концевую фалангу. Уходит пальчик в ту или иную сторону. Для себя отмечайте, примеряйте, потому что очень важно не зафиксировать типс. Он фиксируется очень-очень качественно. Снять его потом достаточно сложно. Придется спиливать. Поэтому, собственно говоря, насколько ровно вы на начальном этапе зафиксируете типс, будет определять дальнейший конечный результат. Примерно мы сориентировались для себя, определили. И теперь можно таким образом либо нанести вот сюда на контактную зону, только на контактную зону и зафиксировать на пальчике. Видите, я небольшой слой наношу, много нам не нужно. Можно таким образом нанести полностью на всю поверхность и не наносить на зону стыка. То есть тут тоже определяйте. Я могу и так, и так вам показать. Также с отступом от кутикулы тоненьким слоем разношу материал по поверхности. Не просушиваю мидиум. Подношу перпендикулярно к относительно торца, относительно свободного края. Как бы вставляю вот эту ступенечку и начинаю потихонечку выдавливать таким образом, чтобы у меня не образовывалось пузырей. Сразу подготовим себе фонарик для того, чтобы зафиксировать. Так, установили. И теперь я начинаю выдавливать и выгонять. Выгонять, выгонять, выгонять толщину. Смотрю, насколько ровно. Да, стало у меня отлично. Можешь взять фонарик мне подсушить? Можно клиента попросить помочь. Это буквально в течение нескольких секунд для такой первичной фиксации. То есть мы зафиксировали, почувствовали, что у нас типс хорошо стоит. И все, можно его отпускать и отправлять для дальнейшей просушки уже в лампе. Отправляю в лампу, досушиваю. Типс достаточно жесткий. Вообще очень удобно работать мастерам, которые не любят устанавливать бумажные формы, не любят работать с бумажными формами. Все-таки сформировать такой четкий квадрат с хорошим изгибом достаточно сложно. Нужно обладать определенными навыками. И практика должна быть. Если у вас этой практики пока еще по каким-то причинам нет, вот очень удобно пользоваться такими типсами. Они прекрасные, жесткие, очень хорошо стоят, очень хорошо держат каркас, у них не разжимается арка. И получаются достаточно узкие и красивые ноготочки. Длину можно убирать, длину можно регулировать. Делается это очень просто. Это можно сделать фрезой, можно металлическим инструментом. То есть тут смотрите на ваше удобство. А пилить и придать форму. То есть не обязательно оставлять полностью всю длину. Так, ну давайте. Ноготок у нас подсох. Смотрите, какой нюанс. Типс у нас прозрачный. Видите, как он хорошо прификсировался. Очень хорошо стоит. Вот именно на гель-лаковой сисне очень хорошо они держатся. Если у вас предполагается какое-то витражное моделирование, вы хотите, чтобы частично типс где-то остался прозрачным, с внутренней стороны я рекомендую сразу на этом этапе перекрыть тегласом, либо ультрашайном, потому что при контакте с обезжиривателем все-таки это пластик, да, в той или иной степени это пластик, поэтому вот здесь с внутренней стороны он может стать мутным, таким белесым. Это не всегда красиво смотрится, поэтому прежде чем приступать к дальнейшей работе, необходимо взять топ-теглас, у меня топ-теглас под рукой, либо ультрашай, любое финишное покрытие. И с внутренней стороны, вот здесь с внутренней стороны очень-очень тоненько, не создавая дополнительно никакой толщины, я прям с внутренней стороны его перекрываю сразу финишем, для того, чтобы он сохранил свою прозрачность. Мне не нравится, когда появляются белые разводы с внутренней стороны, даже если это не витраж, смотрится это не очень эстетично, поэтому я всегда перекрываю. Буквально тоненьким слоем протянули и просушиваем. Можно 30 секунд зафиксировать и далее уже приступать к опилу. Следующим этапом нам необходимо будет зачистить вот эту короткую контактную зону, зону стыка непосредственно типса и ногтевой пластины, для того, чтобы по поверхности было удобно выполнять моделирование. Так как мы покрывали и присоединяли к типс к гель-лаковой базе, к базе медиум, гель-лаковую систему можно совершенно спокойно обезжиривать, снимать дисперсию, и потом сверху у нас будет хорошее качественное прикрепление. Так, ну что, в первую очередь можно убрать длину. Давайте снимем липкий слой. Нет, ультрашайна типса не отслаивается. Прекрасно он держится с внутренней стороны. Это нужно просто вот для того, чтобы типс не мутнел. Какой-то там особой нагрузки не будет, поэтому... Так, я взяла фрезу. Смотрите, можно твердосплавом, можно гвоздиком, можно керамикой. Они прекрасно пилиться. Смотрите, опиливаются, и такая штружечка остается. Опиливаем, убираем длину до нужной. До необходимой. Если у вас фреза такая, гвоздик, можно прям сразу отрезать количество нужно. Я специально таким этапом иду, для того, чтобы вам показать, что они прекрасно пилиться. При этом архитектура на поверхности у нас не выложена, но длину мы можем скорректировать. Конечно, я типс придерживаю, для того, чтобы... У нас ноготок сейчас... У нас звук. Для того, чтобы просто клиенту было комфортно, потому что если я не буду придерживать, буду опиливать, ну, наверняка человек почувствует какой-либо дискомфорт. Смотрите, опилила. Вот такой черновой вариант. И сверху теперь мне нужно зачистить контактную зону, особенно вот здесь место присоединения, чтобы у нас не осталось здесь никаких порожков, не было выпирающих элементов. И я снимаю блеск стипса по поверхности. Обязательно это сделайте, потому что если на глянцевую поверхность вы выложите любой материал, если это твердый гель, то будут отслойки, он тоже может отскочить, поэтому поверхность обязательно нужно сделать матовой полностью. Все. Опилить. В зоне стрика вот здесь можно сразу подойти, подойти, подобрать элементы. Можно потом доработать фрезой. То есть тут тоже. Смотрите, как на ваше удобство. Я вот прям валик боковой натягиваю на себя, раскрываю. И вот это место стыка свожу на нет. С одной стороны. И аналогичным образом я с другой стороны делаю. Зачистила контактную зону, потому что по ровной поверхности, по гладкой, максимально удобно моделировать. Уже нет у нас никаких выпирающих частей. Щеточка убираю опил полностью. Сразу излишки со стола тоже все уберу. Не люблю, когда много пыли вокруг. Далее обезжириваю в большей степени для того, чтобы излишки опила убрать. Ну, посмотрите, видите, мы обезжирили. Сразу такая зауженная форма у нас получается. Конечно, с постановкой, скажем так, и плюс изгиб. Длину мы убрали, а изгиб сохранился. Вот наша арочка поперечная, она при этом все равно сохранилась. Конечно, я все-таки мастер классического моделирования. Я люблю ставить форму. Очень много у нас эфиров на эту тему. Именно с постановкой формы, с работой с одноразовой формой. Но такой вариант тоже допустим. Почему нет? Такая замечательная альтернатива, потому что для арочных ногтей проблематично форму поставить. Это требует определенных навыков. Скульптуру по поверхности. Я буду выстраивать софт-роуз гелем. Тоже у нас представлен новый формат. Объем 50 мл в баночках. Посмотрите, какой красивый скульптурный розовый гель. Очень актуален. Он сейчас будет весна, весну, лето. Прям прекрасно. И архитектуру будем выстраивать по поверхности. То есть мы типс использовали для постановки формы. Все, форму поставили. Далее у нас все принципы классического моделирования. Нам нужно создать толщину. Создать толщину в стрессовой зоне. Так как у нас большая длина, можно это сделать в несколько этапов. Первым этапом я выложу гель в зоне кутикулы. Начну распределять его к боковым поверхностям. Можно пройти тоненьким слоем по всей длине. И потом в центре наполнить. Вообще вот с такими сарочными типсами у них идеальная, видите, прозрачная подложка. В связи с тем, что мы с внутренней стороны перекрыли текласом, у нас свободный край прозрачный. И здесь уже можно, конечно, поиграться. Какие-то витражные варианты сделать. Можно даже с внутренней стороны добавить какого-то блеска. То есть тут уже полет фантазии мастера. Материалы достаточно удобны для работы. Прохожу и протягиваю по всей поверхности. Дальше уже по толщине мы можем наполнить. Если с длинными ногтями вам не очень удобно работать с такой большой длиной, гель можно выложить в два этапа. Мы сейчас с вами так и сделаем. Я наберу еще небольшую капельку геля. Я выгружу ее в центре, так как в центре у нас максимальная толщина наполнения. И аккуратно распределю по поверхности. У софт-роза, как и у всех наших софт-гелей, и у нюда, и у пинка, у него прекрасные свойства к самовыравниванию. Он отлично выравнивается. Нужно только помочь кисточкой задать ему нужное направление. Видите, сразу гладкий, такой красивый. Можно перевернуть, сцентровать. Я сейчас сделаю в два этапа, потому что у нас большая длина. Все-таки ноготок квадратный, и если мы с одной каплей выложим, он у нас либо в центре соберется, либо сядет в бока. Лишнего нам пилить не захочется, поэтому мы будем выкладывать в два этапа. Просушиваем. Отправляем ноготь на просушку. Софт-розом работаем. Очень классные эти гели. Сочетаются друг с другом. Это достаточно новый продукт. Мне очень нравится с призм-гелем, как они сочетаются. Можно в паре их использовать. Тоже такой красивый весенний вариант. И достаточно нарядный, если есть такая необходимость. То есть ложем можно выложить в софт-роз. А дальше по длине призм-гелем. У него частички шиммера в нем представлены, но при этом он имеет прозрачную основу, и для витражных вариантов будет очень хорошо смотреться, очень хорошо подходить. Поэтому тут полет творчества, он такой безграничный для мастера. Типсы гелевые хорошо корректируются. Можно работать в формате коррекции. Но, по крайней мере, две коррекции точно спокойно можно сделать. Потом уже типс отрастает, и арка в свободном крае будет уходить. Но две коррекции делайте спокойно. Основа будет у вас хорошая. Они прекрасно держатся, отлично носятся. Прохожу вторым слоем, добавляю капельку, также тоненько-тоненько уже в зоне кутикулы на нет свожу, буквально промазывающими движениями. Протягиваю по поверхности. Подтолкнула к кутикуле, и дальше прохожу уже по всей длине. Сильно толстого моделирования в зоне свободного края я не рекомендую вам делать, потому что, в общем-то, типс, он имеет свою толщину. То есть, переверни пока, я посмотрю. То есть, даже если вы посмотрите, видите, ребрышки. Вот, у типса очень хорошая заложена толщина, поэтому давать толщину вот именно в ребрах по бокам я не рекомендую. Можно основную толщину выстроить в центре. Очень важно наполнить стрессовую зону, чтобы апекс у нас был на месте, чтобы ноготки были носибельные. А вот здесь именно по торцам, по бокам я фактически материал свожу на нет. Не делаю большую толщину, для того, чтобы сохранить вот это хорошее заужение, для того, чтобы ноготки были узкими, красивыми. Буквально по чуть-чуть, по капельке можно протянуть. С одной стороны, и также с другой стороны. Смотрите, очень хорошо гель самовыравнивается. Гладкий, красивый, вообще просто отлично смотрится. Добавляем дизайн сверху, и ноготки у нас готовы. Посмотрели в продольный изгиб. Вот он у нас сформировался. То есть нам осталось ноготок только досушить и опилить. Гель пилится очень комфортно. Можно работать как пилочкой серой 100 на 180 единиц. Можно даже белой работать, она более мягенькая. То есть в опиле очень комфортно, никаких проблем не вызывает. Сильно много мы на поверхность не выкладываем. Для того, чтобы опять-таки много не пилить, в зоне свободного края ногти имеют просто наивысшую прочность. Они сочетают в себе гибкость. То есть если очень-очень сильно на типс надавить, мы увидим, что он немножечко прогибается. Но это такое хорошее сочетание гибкости и жесткости одновременно, которые обеспечивают нам хорошую носибельность. То есть в зоне свободного края мы не переживаем. С квадратными ногтями такая есть проблема, когда мы моделируем, например, на нижних формах при помощи скульптурных гелей. Первое, что в разнос идут вот эти вот уголочки. При механической нагрузке они первые стираются. Здесь типс очень жесткий, вот этого момента нет. Ногти сохраняют четкую, хорошую квадратную форму. А в стрессовой зоне, конечно, нужно обязательно выстроить архитектуру, полноценную, ноготок наполнить. Ноготок наш высох, я его обезжириваю. Также могу немножечко откорректировать длину, для того, чтобы и открылась у меня толщина по поверхности. Да, я разверну. Для открытия толщины по поверхности мне нужно понимать, сколько материала у меня в торце, видите? Опиливать я буду, начиная с поверхности свободного края. То есть я выровняю ноготь сначала в зоне свободного края. К ребрышкам боковым сильно я с давлением не иду, потому что материала я там выложила мало. Помните, да? Я говорила о том, что не нужно сильно много туда наваливать, только для того, чтобы типс перекрыть. Выравниваю по поверхности. В зоне апекса и в зоне вростов я пока не пилю, то есть только работаю пока в зоне свободного края. Минимальный вообще я пил, не нужно нам тут что-то долго пилить, если материала выложено достаточное количество. Опиливаем. Повторяем изгиб типсы. Прекрасная арка в зоне свободного края. Ничего не нужно зажимать, поджимать какими-то специальными инструментами. У нас типс обеспечивает просто шикарную арку в зоне свободного края. Причем я хотела бы отметить, что по мере понижения длины, даже когда вы будете понижать длину, арка в зоне свободного края все равно будет сохраняться. Мы опилили свободный край. Можем переходить на ложе. В зоне кутикулы тоже гель лег. Очень достаточно так тонко, с хорошим переходом, нет никаких наплывов, резких ступеней. Поэтому легкими движениями я просто опиливаю, разворачиваю ноготочек, смотрю по боковой оси, смотрю на изгиб, центральный придольный изгиб, чтобы он у меня был плавным, таким неярко выраженным, но наполнение должно, конечно, обязательно присутствовать. Буквально свожу на нет. С другой стороны, к зоне ногтевого вроста, и все, и ноготок у нас, в общем-то, готов. Подчищаю боковую параллель, зону стыка, так как все-таки типс мы фиксировали. В зонах вроста тоже нужно обращать на это внимание. Подчищаю, выравниваю. Смотрите, какой прекрасный ноготь у нас получился, с хорошей длиной, с заужением, при этом он имеет квадратную форму, с хорошим арочным изгибом. Толщину торца можно немножечко доработать, сделать все-таки ее прям максимально одинаковой. И все, и ноготок у нас уже готов к выполнению дизайна. Либо, если вы хотите цветом покрывать, цветом покрыть, либо к финишному покрытию в чистом виде. Очень удобный вариант. Конечно, на мой взгляд, вот любые типсы, гелевые типсы, с короткоконтактной зоной, типсы, которые полностью перекрывают ногтевую пластину, они не могут заменить полноценное моделирование. Я все-таки считаю, что мастер должен уметь работать с формой, с нижней формой, устанавливать ее, формировать архитектуру. Но такой вариант достаточно быстрый. Он имеет место быть. Я бы, конечно, не хотела, чтобы это была альтернатива полноценного наращивания. Но в некоторых случаях, посмотрите, это достаточно удобно и достаточно быстро, что немаловажно. Можно выполнить такую большую длину, смоделировать. При этом очень удобно будет мастерам, не имеющим, не обладающим навыками арочного моделирования, такого классического. Смотрите, и сверху, в принципе, мы можем уже выстраивать. Я обезжириваю поверхность, обезжириваю для того, чтобы убрать опил. Смотрите, классный, зауженный, хороший ноготок, с хорошим изгибом. Вот она вам арка в зоне свободного края. С внутренней стороны также я убираю опил. И сверху можно выполнить дизайн. То есть получается достаточно быстро. Дизайн можно выполнить. Я сейчас взяла себе вот такие декорации. Номер 107, вдохновение. Такие абстрактные разводы. очень классно вот с софт-розом. И, кстати, сказать, с другими скульптурными нашими сейчас быстренько найду. Ну, например, с тофт-ирис или с тофт-дейзи. Кстати, эшпинг тоже очень красиво сочетается. Можно скульптуру использовать уже в качестве основы, то есть исключить этап цветного покрытия. посмотрите, какие классные сочетания. Вот здесь на этих декорациях вдохновение есть вообще все оттенки. Вот. Поэтому очень-очень классно можно их и между собой посочетать и достаточно быстро выполнить интересный дизайн. Мне понадобится вода. Здесь уже готовые элементы. Очень классно, то, что они уже скомпонованы. То есть такая готовая уже композиция. Нужно что-то придумывать, когда имеет значение скорость. Посмотрите, как прикольно. Вот любой абсолютно можно взять. Любой из этих вариантов. Можно добавить какой-то более яркий акцент. Можно наоборот сделать розовый, сделать еще более нежным. Я сейчас добавлю акцент поярче. куда-то забрал. Нет, там есть вода. Чуть-чуть. А нам много не надо. Нам нужно просто увлажнить вот эту основу. Так, пока мы занимаемся вырезанием, слайдер топом мне нужно обязательно под nail dress сделать подложку. я не очень люблю опять-таки повторюсь толщину. Все-таки мне нравятся более такие варианты более изящные. Поэтому я не буду слайдером перекрывать вообще всю поверхность ногтя. То есть я пройду буквально только в тех местах, где я буду nail dress и крепить. То есть чуть ближе чуть выше центра ложа и вот сюда ближе к свободному краю. Таким вообще тоненькими тоненькими фактически смазывающим движением, чтобы не давать дополнительную толщину. Топ-слайдер мы подсушиваем в течение 30 секунд и он пока у нас подсыхает я вот подбираю декорацию. То есть можно сделать такую абстракцию. максимально быстро. То есть мы не заморачивались с постановкой формы. Мы не заборачивались с опилом, потому что софт-рус гель позволил нам выложить вообще максимально четко, максимально чисто и выполнять моделирование позволил нам с минимальным опилом. Так. Водичку опустила буквально на секунду. Один, второй и мы можем с ним работать. 30 секунд топ-слайдер у нас подсох. Снимаем его. Я обычно заранее не снимаю, чтобы края не скручивались. Я вот подвожу к той зоне, которая меня интересует и подложечку вытаскиваю. Очень по-весеннему можно разбавить, потом будет сверху это какими-то надписями. Знаете, это такой беспроигрышный, беспроигрышный абсолютно вариант. Здесь и в зоне свободного края, там же, где я слайдером проходилась. Добавим еще одно цветовое пятно. Вот таким образом. Можно буквально две секундочки подсушить. Обязательно по поверхности слайдер нужно покрыть ультрабондом. Очень такой важный момент, на мой взгляд, хочу отметить, что ультрабонд для слайдеров берите отдельный, не пользуйтесь тем ультрабондом, которым вы работаете по ногтевой пластине, потому что нейлдресс это лаковая пленка, то есть он имеет лаковый накат, и он ультрабондом растворяется. И вот каждый раз работа ультрабондом по декорации, вы каждый раз на кисточке оставляете лаковый накат. Можете заметить, если кто-то так делает, можете заметить, что ультрабонд со временем начинает загустевать. На поверхности ногтевой пластины остается очень такая жирная дисперсия, то есть ультрабонд от этого зажирняется, и в дальнейшем при моделировании может спровоцировать отслойки, поэтому для ногтевой пластины ультрабонд я использую один, а для работы с декорациями я беру ультрабонд другой. Тот ультрабонд, которым по ногтевой пластины не работаю. На мой взгляд, это важный момент, поэтому себе зафиксируйте. Так, буквально прошла тоненько-тоненько, для того, чтобы растворить остатки слайдера, и если какие-то пузырьки у меня внутри возникли, при помощи ультрабонда я могу их убрать и распределить по поверхности. Смотрите, сверху по технологии мы перекрываем топ-слайдером. также я не буду перекрывать по всей ногтевой пластины, я просто еще раз пройду таким промазывающим тоненьким-тоненьким слоем. Пузырек, который у меня возник, сразу распределяю и подсушиваю в течение 30 секунд и дальше уже на поверхность можно, например, добавить и разбавить все это дело шермиконами. Очень люблю надписи, они прекрасно сочетаются со всеми видами декораций, любые, такие бы вы не взяли, геометрия, цветы, с чем бы вы не работали, надписи они всегда разбавляют и добавляют такой, скажем так, завершенный вариант общего нашего дизайна. Теклосом. Смотрите, теклосом в принципе сейчас я уже пройду по всей ногтевой пластины для того, чтобы немножечко выровнять поверхность. У нас уже было несколько слоев и для выравнивания поверхности я уже теклосом пройду. Он очень хорошо выравнивается, можно поставить капельку, можно перевернуть, сцентровать. Очень комфортный топ для работы. В центре. также добавляю небольшую капельку и прохожу. Любые декорации, даже самые ультратонкие, они все равно какую-то незначительную толщину, но имеют. Перекрыла теклосом, отправляю на просушку. Мы сегодня с вами максимально быстро все сделаем. Обратите внимание, что моделирование заняло вообще очень-очень мало времени. По поверхности можете перекрыть сверху вельветом, можете перекрыть также глянцевым топом, любым на ваш вкус. топ-теклос просушу хотя бы минуту для того, чтобы зафиксировать шермикон. Шермикон у нас крепится на глянцевую поверхность, а нейлдресс на липкий слой топ-слайдера. Обязательно используем топ-слайдер для качественного выкреления декорации. Так, теклос липкого слоя не имеет, обезжиривать поверхность нам уже не нужно. Подберем надпись, очень удачно, здесь такие тонкие и печатные, и прописные варианты классно сочетаются, то есть можно добавлять их как вам нравится и в том количестве, которое вам нравится. Я сейчас вот эту надпись возьму побольше. Сделаем сейчас ноготок максимально заполненный декорациями. Соединю два элемента в виде нейлдрессов, я их соединю шермиконом такой единой надписью. Очень прикольно, на мой взгляд, будет смотреться. Также можно добавить еще что-то тоже невесомое, сильно с жирным шрифтом брать не буду. Возьму тоже похожий шрифт, но уже более маленький вариант. И дополню, дополню нашу композицию. В общем, все просто. Кстати, под глянцевым топом эти декорации тоже будут хорошо смотреться. для любителей вельвета можно вельветом перекрыть, для любителей глянцем можно глянцем перекрыть, потому что декорация имеет такие тоже блестящие элементы, поэтому наверное, мы сейчас все-таки перекроем топ-теклосом все это сверху, для того, чтобы сохранить блеск, который представлен на наших декорациях. Быстро, по-весеннему, нежно. хотела бы сказать, что ничего лишнего, но мы, конечно, тут прям от души прошлись. Выравниваю, обязательно выравниваю шермиконы по поверхности, они имеют толщину, и для того, чтобы они хорошо зафиксировались, держались, обязательно их нужно перекрыть. Когда я переворачиваю, смотрю на изгиб, собираю финишное покрытие, делаю выравнивание. Здесь можно, конечно, поусердствовать, взять там линеарную кисточку, линеарочка еще пройтись, выравнивать, ну вот, довести, скажем так, до идеала, и просушиваем. Время просушки две минуты, выполняли мы, перекрывали мы топ-теклосом декорации. Свободный край мы сегодня с вами удлиняли при помощи типс, типс-арочный квадрат. Длину можете регулировать, можно делать даже совсем короткие ногти, и при этом все равно изгиб будет сохраняться. Вот эта арочка, она в зоне свободного края всегда будет присутствовать даже на небольшой длине. Очень комфортно и удобно в работе. Хорошая альтернатива для мастеров, которые не любят арочные ногти моделировать на одноразовой клейкой бумажной форме, потому что там нужно ровненько склеить, максимально хорошо ее сжать, заузить, то есть достаточно трудоемкий процесс, поэтому если пойти по варианту более простому, то можно использовать вот такие типсы, уже готова арка, готова основа, посмотрите, хороший какой изгиб ноготок имеет, так что если вы еще не пробовали, рекомендую обязательно попробовать, посочетайте это с цветными скульптурными гелями, огромное их разнообразие сейчас в нашей линейке, очень красивые сочетания, вот прям весенне-летнее настроение, рекомендую всем, если остались вопросы, потом под эфиром можете писать, я с удовольствием на них отвечу, спасибо всем большое за внимание, всем желаю творческих успехов, весеннего настроения и хорошего дня, всем до свидания, ept OC Four Three Four 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 Four